Напоминаем, что сегодня уже 9 марта. По традиции в середине недели к нам приходит в эту студию наш коллега Маша Хрусталёва. Маша, доброе утро. Доброе утро. Скажи, ты к нам сегодня с перцем? Конечно, с перцем. Длинные выходные закончились, а вот яркие новости нет. Давайте же скорее переходить к новостям. Итак, несколько недель назад мы обсуждали документальный фильм «Аферист из Тиндера». Фильм про мошенника, который выманивал деньги у женщин после того, как знакомился с ними в социальных сетях. Герой этого фильма снова оказался в эпицентре скандала. Недавно выяснилось, что благодаря популярности фильма Саймон Ливаев начал продавать видеооткрытки подписчикам и за три дня заработал 30 тысяч долларов. Многие, конечно же, возмутились тому, что герой документального фильма умудряется еще и зарабатывать на дурной славе. Но также на днях стало известно, что семья реально существующего миллиардера Льва Ливаева, за чего сын на себя и выдавал мошенник, подает на него в суд. Четверо детей миллиардера обвиняют афериста в том, что он испортил репутацию их семьи. Но, возможно, хотя бы им удастся заставить Саймона Ливаева заплатить за все эти аферы. Как вы считаете? Мне кажется, все равно он заработает. Во-первых, он гражданин Израиля. Да, выяснили. Мне кажется, он умеет зарабатывать. Во-вторых, он уже подался в Голливуд, насколько я читала. И считает, что после такого пиара ему действительно суждено стать великим актером. Ну, пиар, очевидно, ему обеспечили, но я все-таки считаю, что если он аферист, он должен поплатиться за то, что он сделал. А как же девушки? А как же жертвы? Ну, знаешь. Жертвы видели, в кого влюблялись. Ой, такая ты умная. Ну, на самом деле, все может быть. Действительно, девушкам, которые стали его жертвами, стоит только посочувствовать. Здесь мы должны проявить женскую солидарность, а не говорить, что не надо было, не надо было. Правильно. И навсегда запомнить, никогда не давайте деньги мужчинам. Вот так вот. В общем, будем активно следить за событиями и том, как это будет дальше развиваться. Идем дальше. Меган Маркл борется с обвинениями в травле королевского персонала. Недавно была опубликована статья о том, что герцогиня выгнала двух мошенников во время пребывания в Букингенском дворце. Согласно изданию, сотрудники подвергались манипуляциям и буллингу. Пресс-секретарь Меган Маркл и ее супруга принца Гарри опроверг все обвинения и назвал статью клеветнической кампанией. Герцогиня опечалена этими нападками на себя, особенно учитывая то, что она сама подвергалась травле и всегда поддерживала тех, кто испытывал боль. Именно так отреагировал на события ее пресс-секретарь. Но также стоит сказать, что в 2020 году Меган Маркл смогла выиграть суд у британских таблоидов за публикацию ее личного письма ее отцу. Вот так вот. Но если Меган Маркл смогла отстоять свою правду, то, может быть, тогда и Саймон Ливаев сможет. Если это все неправда, раз как он утверждает, что это все обман. В один ряд их поставил. В один ряд? Ну, что-то в этом есть. Вот так вот. Ну, и переходим к следующей новости. Через пару недель, 28 марта, состоится кинопремия «Оскар-2022». В этом году кинопремия ввела зрительскую номинацию с голосованием в Твиттере. Онлайн-голосование уже завершилось, а поучаствовать в нем можно было, используя хэштег «Оскарсфэнфэйворит». Несколько исследовательских изданий подтвердили, что лучшим фильмом 2021 года в онлайн-голосовании выбрали фэнтези «Человек-паук. Нет пути домой». Планируется, что его представят во время церемонии «Оскар-28 марта». Но, как вы считаете, вы согласны с тем, что зрители тоже должны участвовать в выборе лучших фильмов? Я вообще считаю, что это самая важная, самая нужная оценка. Если я выбираю какой-то фильм, на который я собираюсь идти, я читаю не рецензию критиков, не просматриваю там оценки, которые выставляют этому фильму, а, конечно, читаю отзывы людей, которые уже на него сходили. Мне кажется, это самое важное. Фильмы снимаются для людей, соответственно, они и должны их оценивать. Ну, я не совсем, на самом деле, согласна. Ты думаешь, что это должны быть кинокритики, люди, которые разбираются? Да, потому что кинокритики отталкиваются от каких-то вещей более научных и профессиональных в аценте. Они много видели, много знают. Все-таки зрители, он более такой вкусовщина формируется. Я не хочу, ну, спорить, да? Но я запомнила. Извини, пожалуйста. Может быть и так. Но самое главное, стоит сказать, что пока что эта номинация, насколько я понимаю, она отдельна от всех других. То есть все равно лучший фильм, лучшую женскую роль и так далее выбирают все-таки кинокритики. Это как приз зрительских симпатий. Ну, учитывая тот уровень все-таки конъюнктуры, который есть сейчас в «Оскаре», то, может быть, зрительское голосование, оно действительно необходимо. В общем, ждем «Оскара». А статуи откуда тут? Думаю, да. Посмотрим. Увидим 28 марта. Я не жду «Оскара», потому что я болела за «Леди Гагу» и за «Дом Гуччи», но их как-то не включили в шортист, поэтому... Зато «Леди Гага» будет все равно выступать на сцене «Оскара», поэтому... Тогда я смотрю «Оскар». Видите? Вот так вот. В общем, ждем с нетерпением 28 марта. Все там и увидим. Хорошо. Маша, у тебя все? У меня все. Спасибо. Были очень интересные новости. Продолжение следует...